107 минут, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора общественного деятеля. Лев Моисеевич, здравствуйте. Здорово утро. Плюс 7-931-291-58-00 – это наши средства связи. Плюс нас можно смотреть на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». Пишите. Ну, пожалуй, начнём с 1 мая. Вот для меня это удивительная история. Традиционно, понятно, парад пройдёт по Невскому проспекту, и там будет присутствовать колонна оппозиционеров. В эту колонну оппозиционеров также входят представители «Открытой России», и после того, как шествие завершится, они отправятся на Марсово поле. И депутаты оппозиционные, и другие оппозиционеры, и всё это согласовано. Вот вас это не удивило Марсово поле? Очень удивило. Тайна сия велика есть. Версий несколько. Первое, во что хотелось бы страстно верить, но она самая подозрительная версия, а-ля власть решила несколько поменять стиль поведения. Это было бы замечательно, но в это верится слабо. А зачем? Что это предвестник. Ну, они как бы начинают понимать, что те, кто не поёт с ними в унисон, это тоже граждане. Это во-первых. Во-вторых, ситуация не лучшая внутри страны. По всяческим показателям, от экономических до психологических. В-третьих, наверное, мы об этом сосредоточимся попозже. Вот и в Армении чего-то такое произошло. Ну, это же не на другой всей планете. Но всё-таки в этом не слабо верится. Думается, что это дата сама, действительно. Мир, труд, май там, да. И это всё-таки повестка, которая не припахивает, условно говоря, какими-то там отщепенцами типа Навальный. На ней нет, на этой акции, насколько я понимаю, жёстких лозунгов в отношении режима. Ну, да, марш в защиту Петербурга, да, свобода интернет. Город, мы его любим, давайте спасать. Иногда немножко неправильно ведут себя по отношению к историческим зданиям. Вот башню Газпрома мы уже перенесли подальше. Ну, как бы такая региональная местная повестка позволила. Ну, в общем, это удивительно. Это удивительно и прекрасно. А как Вы считаете, воспользуются ли оппозиционеры этим, что, наконец, позволили прийти на Марсово поле, и не будет ли там ничтожно мало людей? Соберутся ли люди в должном количестве? Кстати, если, возвращаясь к предыдущему вопросу, не исключаю, если в администрации есть умные аналитики, что это сделано и потому, что спрогнозировано невеликое участие людей. А все происходящее у нас и в стране, и в городе привело к тому, что, я думаю, в ближайшее время никаких особых массовых протестных, антивластных акций не будет. Потому что наша, так называемая, уже хочется сказать, оппозиция продемонстрировала полное единение с властью и народом, всеми гражданами, в нелепости некоторой своего поведения, в превышении амбиции над какой-то общей целью. И поэтому в ближайшее время, не знаю, мне кажется, это длительная работа, так же, как эта акция, что разрешено, может говорить о том, что последует второе, третье помягчение. Тогда это системно. Так и, мне кажется, с оппозицией. Проведение каких-то совместных акций всех разновидностей оппозиции может дать некую гарантию ей на будущее стать нормальной оппозицией. А сейчас, я боюсь, что все-таки их личные амбиции всех направлений, от партии «Яблоко» до «Открытой России» и прочих, они более важны. Внутри видовая борьба, мне кажется, для многих оппозиционеров более важна, нежели межродовая, так скажем. К сожалению, это так. Но к вопросу вернемся о том, что в ближайшее время акций не будет. А как же акция Алексея Навального 5-го числа? Вот она уже должна быть. Ну, то есть, понятно, ее пока не согласовывают, возможно, и не согласуют, но кто-то, наверное, выйдет на улицу. Вот вопрос, выйдут ли или... Не знаю. Мне кажется, надеяться на такой категорический массовый выход не стоит. Меня более интересует поведение молодежи. Вот. Ну, согласитесь, у нас в городе, как, наверное, и в другом, есть условных 500 человек, которые ходят на любые акции. Это, возможно, очень искренне и замечательно, но вот это так. А вот что будет со старшеклассниками и студентами? Ну, конечно, власть постаралась их позапугивать всякими неумными беседами. Кто-то даже поменял ориентацию. Учителей и так далее. Да. Потом все знают, что автозаки прекрасно работают. У молодежи есть тревожные родители и всякое такое. Вот это очень интересно посмотреть. Но вот мне кажется, что сейчас апогея протестных настроений, по крайней мере, не настроения, а действий, не очень стоит ожидать. Я не случайно оговорился. Настроения, как мне кажется, задумчивые, нарастают. Нарастают, потому что слишком много маразма. Такого откровенного, презрительного. Даже по отношению к тем, кто голосовал за Путина, кто кричит «Россия великая, весь мир козлы, скоты, мы несем нравственность». Даже по отношению к такому гражданину, когда совершенно обезумевшие от безнаказанности депутаты типа Толстого заявляют, что если лекарства и запретить... Моярысникам и дубовой корой. Да, пускай корой дуба лечатся. Это, я не знаю, что еще можно сделать более беспредельного. Ну, можно, конечно, раздеться как-нибудь голым на трибуне и нагадить на глазах у всех. Но что еще нужно сделать, чтобы просто потрясти обычного гражданина, который даже не собирается заниматься политикой. Как многие и несколько моих близких людей говорят, мы не хотим вообще обсуждать политические разговоры. Мы должны жить и выживать. Мы должны платить ипотеку. Мы должны расти детей. И вот на этом фоне, когда действительно возникает ощущение, что ставится на него некоторый эксперимент, и он будет не в пользу тех, кто его ставит, потому что нарастает напряжение. То есть социальный взрыв возможен? Да. Я думаю, что в ближайшее время, ну не дай Боже, я сам сейчас с ужасом подумал о том, что я хочу сказать. Вот такие страшные трагедии типа «Зимняя вишня». Мы помним, да, что там одна тетя просто закрыла на ключ детей. Вторая тетя вместо спасения тащила телевизор, может быть, слышали об этом. Третий идиот-охранник отключил сигнализацию. Это почему-то это совершенно не обсуждается. Понимаете, это для человека психологически, вот эта вся система, которая с одной стороны выскакивает, Толстой говорит, ну и что без лекарств, пусть там дуба дадут с этой корой дуба. С другой стороны Жириновский дерется, там таскает за волосы. С пятой стороны из всех телевизоров льется ненависть, дерутся, там прочее. Человек психологически чувствует себя растерянным, запутанным, в нем нарастает злоба. Мы это видим, потом обсуждаем. Ах-ах-ах, что это такое? Подростки избивают друг друга, травят, девчонки бьют ногами какую-то, которая не принимает их правила. Ай-яй-яй, с ножами бегают в школу, режут вдруг. Ну, это ведь все, это не биологически определяется, а социально. И у меня такое ощущение, не дай Боже, еще раз хочу сказать, что вот эти штуки, связанные с человеческим фактором, они будут нарастать. Потому что сегодня даже те, кто считает себя сверхпатриотами, те, кто считает себя сверхлибералами, те, кто считает себя вообще никем, а просто жителем, гражданином и прочее, они в такой системе координат существуют, то, что прошлые великие философы называли моральный релятивизм, когда ситуация выше всех моральных норм. Вот мы можем убивать, потому что это мы. А если на нас кто-то пальцем погрозил, это враг. Да, все воруют. И в то же время мы самые нравственные. Как бы представление о недопустимом вообще растворяется. И это недопустимое во всем. Поэтому можно на улице залепить в физиономию человека, который тебе случайно на ногу наступил. Можно воровать. Можно обманывать. А что для семьи? А я должен кормить. А можно рассуждать, как многие рассуждают. А всегда у нас воруют. Почему это всегда? Можно говорить, если мы окажемся наверху, в ранге там замминистра, министра, и мы будем воровать. Так все устроено. Это когда общаешься с простым народом, и они не удивляются. Коррупция это норма. Совершенно верно. Вот в чем дело. Да. Но нарастает напряжение и злоба. Вы посмотрите, ведь если вот... Просто у людей очень короткая память. Помним страшный акт в Буденовске, когда террористы прошли, дав взятку гаишникам? Что там с зимней вишней? Что там со всеми этими аквапарками, которые рушатся? Смерти. Бесконечные смерти. Но, к сожалению, сегодня мы привыкли, когда смерть, резкая реакция, куча цветов, игрушек, и через некоторое время все это забывается. Я боюсь, что эти трагические вещи, связанные с человеческим фактором, будут нарастать. Потому что, еще раз хочу сказать, человек, который потерял нравственные ориентиры, он способен на все. Там горят дети, я запираю дверь. Ну, что делать? Я охранник, отключаюсь. Ну, что? Потому что взятничество, потому что крышевание, потому что в обществе... Ну, вот скажите, Татьяна, вы можете назвать хоть одного человека, сегодня живущего в России, которого бы большинство считало моральным авторитетом? Ну, одного, наверное, нет. Так вот, нет. Ну, нет, но я могу назвать вот именно моральный авторитет? Да, именно моральный. Даже если ошибочно. Для каждого россиянина? Массово. Согласитесь, они были всегда. Тот же Солженицын, к которому неоднозначное отношение, тот же Лихачев, ушедший Гранин в какой-то степени, спорно согласен, но они были. Это какие-то маячки, которые давали некие ориентиры собой, просто своим существованием. Нету сегодня этого. И все это вместе дает очень печальную картину. И я не понимаю, честно говоря, вот я сейчас совершенно искренне говорю, я не понимаю тех умных людей, циничных, манипуляторов, которые во власти. Скажем, администрация президента. Там явные есть аналитики, умные, я не буду говорить о их там других качествах. Это может стать проблемой посерьезнее, чем плохие дороги, плохая экономика, то, что и так существует. Но это может привести к полной деградации человека, для которого совершенно уже не важно, какого качества дороги и какая зарплата. Я не думаю, потому что это страшная история. Это история не революции, это история мелких, бесконечно нарастающих взрывов, бунтов. Помните там историю с приморскими партизанами? Будем стрелять всех, кто в милицейской, полицейской форме. И они душевно здоровы, эти люди. Вот это очень и очень тревожно, на мой взгляд. Но между тем, у нас тут губернатор выступал в законодательном собрании Санкт-Петербурга, и я послушала выдержки из его выступления. Я смотрел. В интернете, да? Да. И, конечно, послушаешь губернатора, ощущение, что он живет в каком-то другом абсолютно городе, не в том, в котором живем мы с вами, а что город этот развивается, что все в этом городе прекрасно, и все выше, и выше, и вперед. Да. Правильно. Вот это полное следствие, во-первых, не избранности, а назначенности. Вы знаете, мы недавно с одним чиновником беседовали, и он согласился. Вы знаете, как можно чиновника заставить что-то сделать? Вот опрос. Как вы думаете, как? Ну, наверное, когда у него есть страх, что, возможно, если он не сделает, потом его не выберут на эту область. Мы все перебирали. Предположим, взятка даже. Может, не взять и не сделать. Напишу Путину, ерунда. Это когда он понимает, что у тебя есть выход на непосредственного начальника. Вот только тогда он лапками сучит и что-то хоть делает. Ну, губернатор, который не избран губернией, городом, народом. Он отчитывается не перед народом. Конечно, есть какой-то человек в администрации президента, который, условно говоря, курирует Петербург. И все. Ну, и, конечно, есть президент. Вот перед ними надо, чтобы было все. А остальное, ну, это неинтересно даже. О другом я подумал. Вот Борис Вишневский задал ему вопрос, на который, оказывается, он письменно писал запрос, и губернатор не счел нужным отвечать. Вопрос был о том, почему не дают людям, которые желают выразить свое мнение, вот этих мест, хотя само Марсово поле было гайдпарком объявлено когда-то и прочее. И я посмотрел, как отвечает губернатор, ну, вот сейчас у нас это даже некий стиль стал у чиновников. Ты ему про Фому, а он тебе про Ирёму. Что это? Это троллинг, это издевательство, или действительно такой стиль мышления. Вот вы меня спрашиваете, предположим, почему вы опоздали на эфир? А я начинаю рассуждать о том, что сейчас весна, скоро будет солнце, трава будет зеленеть. Нормально, да? Вот. И еще меня одна мысль посетила, конечно, Вишневский молодец, на мой взгляд, такой неутомимый, но вот что значит наличие оппозиционных депутатов? Предположим, даже, я не согласен с Вишневскими, предположим, я полностью на стороне губернатора. Но ведь, если нет хоть одного оппозиционного депутата, никто не огласит проблему никогда вслух. Так это и надо. Конечно, вот мы не задумываемся в Госдуме, в громадной государственной Думе, ни одного оппозиционного депутата. Зачем они все? Почему их не сократить до пяти человек с нажатием пяти кнопок и прочее? Потому что слишком много желающих, которые хотят сидеть там. Ах, покормиться. Конечно. Пограбить народ. Конечно. Так это друзья народа или, не дай бог, враги народа. Я уже на сталинскую перехожу терминологию. Вам де юр или де факто? Их же деятельность вредит. Ведь давайте посмотрим. Помним пакет яровой? Конечно. Сколько миллиардов на это государство потеряло? Вместо больных детей, стариков беззубых. Давайте сейчас инициатива с лекарствами. Это что? Задача действительно, чтобы больные люди смертность мощно увеличили? Как это? Президент вроде бы недавно показал свою озабоченность демографической ситуации. В ответ на это депутаты говорят, давайте вообще вырубим все западные лекарства, на которых люди живут. это будет рассматриваться в мае и есть надежда, что все-таки да, они не примут. Но это уже хоровод безумцев каких-то. Значит, давайте мы будем выдвигать законопроект каждого третьего лишать левой ноги, просто ампутировать. А потом надеяться, что, наверное, это не примут в силу безумной маразматичности. Но эти люди получают громадные деньги. способствуют пробкам своими служебными автомобилями, своими помощниками, водителями. То есть это уже как бы за гранью абсурда. Мне кажется, что это все вот приводит к очень тяжелым психологическим последствиям для обычного человека. К этому обычный человек, к сожалению, привык и... Нарастает. Татьяна, все-таки ну вот давайте я вот по себе, но мне кажется, и другие. Ну представим себе, 10... Правит тот же президент на 10 лет назад. 2006-2007 год. Ну представьте себе, чтобы человек вышел на трибуну и сказал, лекарства запретим назло, значит, всему миру. Да, у нас-то ерунда всякая, но ничего. Есть кородуба, есть боярышник, которым можно отравиться, есть марганцовка, как один сенатор сказал. Ну, возможно, это было в 2007-2007 год? Нет, маразм крепчает. Не возможно. Невозможно. То есть, уже происходит что-то запредельное, на мой взгляд. Но народ сидит, набирает... Власть равна народу, народ равен оппозиции. Все эти три звена не очень приятны. Но мы наблюдали за Арменией, да, и вы вспоминали Армению в начале нашей беседы, и радовались за них, что такое возможно в Армении. Почему у них это возможно? Потому что маленькие они. Маленькие, темперамент, но в то же время можно вспомнить так ненавидимый так называемыми патриотами Майдан. На это совсем другой темперамент. И немаленький. Я, опять же, боюсь предсказывать, я думаю, что это универсальная история. Эта история может не грозить только тоталитарной стране, как, скажем, Киммерсон, Северная Корея. Да? Вот там исключено, там нет людей, они запуганы, затравлены и прочее. Россия не тоталитарная страна, она авторитарная страна. Вот люди протестуют выходом на улицу. Я не знаю, что там кремлевские аналитики предполагают, но мне кажется, как бы история бесконечно должна нас учить. От Чаушеской Каддафи и до вот сейчас Майдана Украинского и Армении. Это происходит всегда там, где власть а, несменяема, б, потеряна полностью связь с народом. Поэтому народ когда-то доходит до точки кипения. Надеюсь, что это может быть неким уроком. Заметим, вот мы вспомнили этих Кимов, династию Кимов в Северной Корее, но даже там я вот слушаю новости, они пытаются с Южной Кореей, это уже здорово. Пытаются как-то договориться. Конечно, конечно, значит, даже до этих совершенных диктаторов, вообще как бы законченных, что-то через их черепную коробку пробивается иногда, даже если это хитрая тактика, но любой компромисс лучше же, наверное, чем швыряться атомными бомбами. Поэтому я не уверен, что там начинаются национальные особенности. Вот украинцы, они свободолюбивые. Вот, мол, армяне, они темперамент и страна маленькая, поэтому есть те страны, которых это минует. Нет, это как закон тяготения, он будет работать везде. Вопрос только как и когда. Поэтому я, например, в плане стратегическим на долгие годы вперед полный оптимист. Я уверен, что и здесь будет в смысле никакие не бунты, а будет нормально. Ну, то есть у нас бархатная или оранжевая, потому что все-таки... Это уже не от народа, а от власти будет зависеть. Понимаете, когда лягушку варят в кастрюле, зависит от того, кто зажигает спичку и газ там больше или меньше прикручивает. Но это стратегически, я в этом уверен. А вот тактически на ближайшие годы большого оптимизма нет. Сейчас мы сделаем паузу, у нас московские новости, вернемся после них. Вы слушаете программу «Особое мнение». «Особое мнение» «Особое мнение» является самым опасным последствием этого процесса. Напомню, Роскомнадзор пытается заблокировать телеграмм с 16 апреля. Из-за этого были блокированы миллионы IP-адресов. Басманный суд Москвы должен сегодня рассмотреть ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего гендиректора Гоголь-центра Алексея Малобросского. Он является фигурантом дела о хищении бюджетных средств. Адвокат Ксения Карпинская надеется, что ее подзащитный уже сегодня окажется на свободе. Он написал ходатайство с просьбой изменить его меру пресечения в адрес следствия и приложил туда гарантию израильского посольства, что ему не будут выданы произвенные документы и решение Европейского суда по правам человека о том, что суд считает, что он уже длительно, незаконно содержится под стражей. Наверное, все обстоятельства в совокупности были учтены и следствие решило, что в период, когда следственные действия закончены и проходит ознакомление с материалами дела, нецелесообразно его содержать под стражей. Если суд вынесет такое решение, то 27-го его должны выпустить из под стражей и перевести под домашний арест. Малабродский провел в СИЗО уже год. Лидера КНДР и Южной Кореи посадили сосну в деревне на линии разграничения между двумя странами, но там находится переговорный пункт. Лидеры двух стран проводят прямые переговоры впервые за последние 10 лет. Ким Чен Ин и Муджи Ин много общаются наедине, за ними наблюдают которые фиксируют все рукопожатия и улыбки. Как ожидается, по итогам переговоров будет сделано совместное заявление. Стоялись первые полуфиналы Лиги Европы. Лондонский Арсенал сыграл в ничью с мадридским Атлетико, а Марсель добился победы над Зальцбургом. Продолжит Алексей Дурново. Противостояние Арсенала и Атлетико многие называют теневым финалом, и, пожалуй, не зря. Это самые амбициозные участники второго по значимости Еврокубка. Первая игра состоялась в Лондоне, а итоговый результат на руку Атлетико. Ничья 1-1, и в Мадриде Матрасников вполне устроит 0-0. Тут, впрочем, важны обстоятельства. С десятой минуты матча Атлетико играл в десятером. За два грубых фолга был удален хорватский защитник Шимевр Салько. Еще три минуты спустя Матрасники остались и без тренера. Диего Симеона в экспрессивной манере пытался убедить арбитра в ошибочности его решения и был удален в середине второго тайма сумел отыграться. Правда, на помощь Симеона и Врсалько в ответном матче команда может не рассчитывать. В другом полуфинале Марселя долел дома главную сенсацию турнира Зальцбург. Счет 2-0 дает довольно комфортное преимущество, но австрийцам не впервой отыгрываться на своем поле. Исключение о погоде плюс 13 градусов сейчас в Москве в течение дня обещает небольшой дождь. Марина Старстина, служба информации, Эхо Москвы. Реклама Бесплатные майские праздники в солнечном Батуми в современной Грузии. Покупайте недвижимость у моря. Апартаменты за 2 миллиона рублей с первым взносом всего 200 тысяч рублей. Звоните по телефону 495-1-505-505. Звонок бесплатный. Засройщик ОООБИ групп Батуми. Свидетельство о разрешении на строительство СМ номер 002833 13.07.2017 Кредит предоставлен банком ЖСК ТВС. Лицензия номер 85 соответствует законодательству интузии. Проектная депрессия на сайте ОООБИДУ.РУ. 321-88-44 Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. В программе Петербург Воскресенье Евгения Кулакова Координатор проекта Последний адрес в Петербурге. Обзор событий первых месяцев 2018 года. Памятные таблички и судьбы людей, которые были расстреляны или погибли в лагерях. Запись программы слушайте в воскресенье 29 апреля после 16 часов. Почему эксперименты только для взрослых? Почему самые известные режиссеры не ставят спектакли для детей? Если есть только для взрослых, должно быть и только для детей. Об этом поговорим с куратором режиссерской лаборатории Театр.ком Марией Слоевой и с режиссерами Ильей Машицким и Иваном Куркиным в программе Волшебная гора в пятницу после 13 часов. СМС-портал Эхо Петербурга плюс 7 931 291 58 00 Вы слушайте программу Особое мнение. Мы продолжаем нашу программу Особое мнение. Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель. У нас тут дискуссия о телевизоре. Удивляемся, кто еще смотрит телевизор. Смотрите, даже Пучков министр МЧС не смотрит телевизор. Вы слышали про дискуссию его с Никитой Михалковым? Никита Михалков! Никита Михалков! Послушайте, два персонажа, ну, ведь, мне кажется, режиссер что-то совсем уже стал себя ощущать, я не знаю кем. Помните, я сейчас вспомнил, что кажется, боюсь, Ахматова, кажется, Гумилеву говорила, если ты обнаружишь во мне желание пасти народы, что-то сделай со мной страшное. Михалков пасет народы. Мы говорили о моральных авторитетах, вот он сам себе присвоил это, значит, да. А Пучков это чиновник, это чиновник, встроенный в систему того, о чем мы сейчас с вами говорили, и я боюсь, что и тот прав, и другой прав. И тот не прав, и другой не прав. Послушайте, пожарная безопасность, я долгое время прожил в самом центре Петербурга, я знаю, что если будет чудовищный пожар, там будут обязательные жертвы, и будет страшно, потому что подъезды забиты, всякие коммерческие идеи давно победили, идеи безопасности и прочее. в этом смысле я понимаю, что претензии к человеку ответственному за это вполне справедливы, другое дело, из уст Михалкова это звучит немножко комично, он же в плечика целует власть любую. Ну забылся, забылся, понесло Остапа. Заигрался, режиссер заигрался. Ну не знаю, посмотрим, может быть будет извиняться перед Пучковым и властями, да, будем наблюдать, как принято у нас говорить, а давайте поговорим про интернет свободный и в частности телеграм, у вас есть телеграм-канал? Вы знаете, у меня нет, в то же время это такой идиотизм, вот поразительно, что многое, за что берутся из вот этих желаний услужить начальству, оно не получается. Слушайте, вот мы уже говорили, всякие яровые, там какие-то толстые, все вот эти деятели, которые по большому счету просто приносят урон денежный, ну вот то же самое, насколько мы знаем, телеграм процентов на 80 существует, а прокинуты очень многие вещи. Я читал, что где-то, кроме бизнеса, где-то в аэропорту в каком-то было все отрублено, ну вот любопытно, где же реакция начальства, ради которого этот дяденька Жаров, великий кандидат медицинских наук, диссертация которого диссернетом, кандидат медицинских наук, у него была диссертация, что-то связанное с организацией или санитарией, что-то такое, и диссернет нашел там 80, что ли, процентов всего текста заимствования. То есть, видимо, мощный такой специалист, умница, именно медик почему-то занимается вот этим Росконтролем, Роспозором этим. Посмотрим, где же реакция-то, начальство его. Он подсуетился под начальство, инициатива вся от ФСБ, это понятно, и это не скрывается, и любой разумный человек понимает, что спецслужбы любой страны, если им дать возможность, они все заблокируют вообще, чтобы было как бы тихо, спокойно, спокойнее всего в морге. Там вообще никто ничего не вякает и прочее. Во всех странах спецслужбы хотели бы это, влезть в частную жизнь и прочее. Но там есть как бы противовес, оппозиция, течение политическое. Здесь этого нет. Вот подсуетился дяденька, что он сделал, нанес вред бизнесу и государству. Телеграмм пока все существует. Более того, это же смешно подумать. Террористы могут переговариваться. Слушайте, ну, во-первых, есть куча других мессенджеров. Во-вторых, есть телефоны. В-третьих, есть... Они прослушиваются, понимаете, другие мессенджеры дешифруются. Это я сейчас вам со стороны... А почтовые голуби. А просто разговор. Мы сейчас с вами выйдем и будем говорить втихаря в коридоре. Надо как-то на чипы поставить, на всех людей. Ну, бред, маразм. В стране, которая не в лучшем экономическом положении, еще один удар нанесен. Толку никакого. Все смеются. Зачем? Да. Я думаю, вот от этого тоже человек чахнет. Потому что постоянно переключается внимание. Заметьте, мы только хотим сосредоточиться. Предположим, сейчас наступает 9 мая. Ох, сейчас начнется все это, да? И вдруг мы... Я знаю одного старика, который живет в чудовищной коммуналке в 91 год. То есть их уже единицы власть не может дать этим людям достойно умереть, прожить последние годы. Они просто ждут. А зато есть деньги на свистопляску, дети сейчас побегут в форме, в гимнастерках с автоматами, пистолетами. Ну, вот у человека все время переключается внимание. В зимние вишни погибли, сгорели живьем дети. Там это, здесь телеграмм, какой-то бред. Депутат Толстой кричит, что корой дуба надо лечить все болезни. Ну, человек слаб. У него наступает мозговой кризис. Возрастает напряжение и злоба. Вот это человек абстрадируется полностью от этого. Многие хотят уйти, но они же достанут все равно. Это же не средние века. Ушел в скит, в монастырь, построил себе, помните, семья какая-то там в Сибири. Да, да, да. Да, последняя женщина была. И ушел от цивилизации. Нет, сейчас никуда не уйдешь. Нет. Самое смешное, что в телеграмме продолжают обсуждать официальные телеграм-каналы, закрытие телеграм-канала, плюс существует следственный телеграм-канал Следственного Комитета. И тоже была очень смешная история, как очень многие государственные организации озаботились тем, чтобы закупить VPN-адреса для того, чтобы обходить и пользоваться спокойно интернетом. В царстве абсурда логика не работает. А ведь логика очень простая. Первое, это ничего не даст. Второе, оказывается, это технически невозможно. Третье, это принесет вред. И все равно это делается. Сегодня, через пару часов, через несколько часов, суд будет рассматривать ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест гендиректора Гогольцентра Алексея Молобродского. Об этом, кстати, попросил новый худрук МХТ Сергей Женовач. Мединский тут же открестился от того подметного письма из Минкульта. А вот как открестился? Ну, он сказал, что это без него, без его ведома кто-то. Так это же твои подчиненные. Ну, он разберется, наверное, он выговор объявит. Как это? Наверное, а может быть нет? Не знаю. Это же опять, вот как с телеграммом, это говорит, что даже то, что они делают, они не могут это сделать, потому что маразм уже внутри системы. Как может какая-то тетка из Министерства культуры брать на себя функцию и от лица Министерства писать подлое письмо, что надо людей, которые к ним относятся, где корпоративная этика врача все-таки сочувствует врачу больше, чем инженеру. И она от себя шлет официально письмо в суд. Так что же творится тогда в империи господина Мединского? Самое смешное, что Мединский не комментировал эту историю до того момента, когда Женовач к нему обратился. Только когда к нему обратились, он сказал, ой, я ничего не знаю про это письмо. Хотя в средствах массовой информации, конечно, об этом говорили. Да нет, ужасно. И именно этот бред и он не случайно связан вот с такими самыми нелюбимыми министрами. Я не исключаю, что, скажем, уровень коррупционности, непрофессионализма, наверное, и там в других сферах. Но то, что сейчас происходит с культурой, это ужасно. Это ужасно. То есть врагами до суда объявляются не преступники, не криминальные люди, которых море, а те, которые не нравятся просто кому-то. Вот не нравится их поведение. Как вы думаете, останется Мединский в кабинете министров? Мне кажется, кого-то ведь президент должен будет на заклание. Обязательно. Мне кажется, если мыслить логикой, нет, не останется. Не останется. Тогда появится им польская... Слишком яркий, знаете, как вообще замечательная русская поговорка, она, мне кажется, должна властью быть повторяема каждый день, что услужливый дурак опаснее врага. И думаю, что нет, слишком много вокруг него скандалов, неприязни, слишком многие все-таки авторитетные деятели культуры заявляют о том, что он скорее разрушает культуру, нежели ей помогает. Но у нас всегда следующий хуже предыдущего. Ну, к сожалению, вот этот, я еще раз говорю, в конце этого пробега, только туннель этот не кончается, как говорил Жванецкий, но что-то будет иное, а пока, наверное, хотя вот так подумать, это мы на Мединского, да, ополчились, а как у нас министр сельского хозяйства, Ткачев, мама ему подарила полмиллиарда рублей, мама, министру, да, и он собирается очень поднять сильно государственный бюджет путем продажи свинины в Иран, он заявил, вы представляете себе, я так думаю, что почти каждого министра в Иране, наверное, все счастливы, решили поменять свои все национальные религиозные для того, чтобы мама еще раз подарила полмиллиарда. А вообще сильно изменится кабинет министров? Нет, думаю, что нет. Тогда вообще все должно поменяться. нет, кто-то с кем-то попрощаются, а основное все будет то же самое. Стабильность называется. А Полтавченко останется на своем посту? Мне кажется, нет, потому что пятеро оппозиционных депутатов чего-то шумят много. Для меня это хорошо, для кого-то это плохо. С Исаакиевским собором история перетряхнула всю страну, и потом ну неяркий какой-то губернатор, ну какой-то он совсем вот непонятный. Мне кажется, нет. У нас тут заседание правительства в субботу пройдет, конечно, у нас рабочий день, но вдруг что-нибудь Георгий Сергеевич скажет интересное. Ярко. Ну, тогда все поменится. Ждать осталось недолго. Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель, был в программе «Особое мнение». 11 часов 47 минут в Петербурге. Здравствуйте, в студии Дмитрий Гаврилов. Причиной обрушения в Петровском Мадоке в Кронштадте стал родник. Сегодня стало известно о частичном разрушении оврага. Рядом остается желание